Привет-привет! Ваша тусовка снова с вами, но я уже не Маша. Сегодня вы будете сидеть со мной, классной и веселой девчонкой, как говорят, Полиной Игнатовой. Елочные игрушки и ароматизированные свечки. Звучит интересно, правда? Это и многое другое попробовали дети и взрослые на дождливом мастер-классе в Парке Революции. Вы любите делать что-то своими руками? Тогда пойдемте на мастер-класс. В Парке Революции прошли бесплатные мастер-классы. Желающие могли рисовать акварелью или делать своими руками магниты и поделки из ткани. Мне очень понравилось, преподаватель очень хороший, рассказывал все интересное и вот что получилось. Особый интерес у посетителей парка вызвал мастер-класс по созданию ароматических свечей с декором. Создавать такую красоту может как взрослый, так и ребенок. Эту свечку я сделала сама и для этого мне понадобился всего лишь воск, цветы и нитки. Поделки своими руками помогают детям развивать воображение и создают хорошее настроение. А сколько радости у родителей от такого подарка. Окунулись в мир творчества Алина Семенова и Анна Кудинова специально для программы «Тусовка». Выйди, проведи урок за меня. Уже не угроза нутного преподавателя на уроке, а реальность, которой столкнулись школьники. Как прошел день самоуправления, узнаем от Маши Коробкиной. Внимание, старшеклассники захватили школу. Это единственный день в году, когда ученики замещают учителей и становятся на их места. Интересно, а сколько можно поставить себе пятерок своим одноклассникам? Давайте же посмотрим, как проходит «Тусовочно» учебный день. День самоуправления в школе. Праздник непослушания или возможность самореализации детей. Ученики десятых-одиннадцатых классов на один день меняются местами со своими преподавателями и видят школьную жизнь с другой стороны. Каково это? Преподавать, воспитывать, поддерживать дисциплину в классе и выдерживать пять уроков подряд перед взглядами нескольких десятков учеников. Мне кажется, что тяжелее всего роли директора мне удалось поддерживать внимание как коллег, так и детей при каких-то замечаниях по поводу школьной формы. День самоуправления в школе способствует самореализации детей. Для каждого ученика это тест на профориентацию вживую, а не на бумаге, считают педагоги школу номер 109. Старшеклассникам предоставилась возможность самостоятельно определиться с выбором предмета и административной должности. Это не игра, а все-таки урок нужно было вести и давать знания младшим школьникам. В конце учебного дня подростки понимают, насколько непросто быть учителем. В знак благодарности старшеклассники сделали видеоролик о жизненных моментах школьных будней. Мария Коробкина специально для программы «Тусовка». Хэллоуин – отличный повод для тусовки, пугающая атмосфера и жутко отпадные костюмы. Что может быть лучше? А как к этому празднику относятся жители нашего города? Фильмы ужасов, Америка, осень, тыквы. Ну, друзья, веселье. Всякие разные прикольные костюмы, сладости в первую очередь и, думаю, осеннее настроение. Страшные вырезанные конфеты. Мрачное что-то. Что-то страшное. Страшная музыка. Я думаю, что больше к веселому, потому что хоть костюмы и носят в себе, скажем, устрашающий характер, но все понимают, что это всего лишь представление. Страшно веселый. Для меня страшный. Мне он пугает. Я думаю, что больше страшный, но мне нравятся обе его стороны. Конечно же, Косечку! Какую-нибудь розовую принцессу. Что-то светлое и доброе. Ну, может быть, фею какую-нибудь. Кота. У меня обязательно должна была быть ведьма какая-то. Вот и подошла наша тусовка к концу. А что будет дальше и кто будет ведущей, вы узнаете из нашей следующей программы. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok